Это оперативная съёмка задержания сотрудниками УФСБ России по Тверской области человека, планировавшего совершить суицидальный террористический акт. Как зовут? Максим. Фамилия? Цесаркин. Сотрудники ФСБ своевременно пресекли целую серию преступлений Цесаркина. Он обвиняется в публичном оправдании запрещенной в Российской Федерации Международной террористической организации ИГИЛ, публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности с использованием сети интернет, незаконном изготовлении, приобретении, ношении и хранении взрывчатых веществ. С Максимом Цесаркиным, а он уже был судим за разбой, мы встретились в окружном военном суде в день вынесения Цесаркину приговора. Вы признаёте себя виновным? Да. Да, а в чём вы признаёте себя виновным? То, что предъявлено было полным объёмом. Терроризм? Да. Да? Вы ранее судимый? Да. Вы раскаиваетесь? Да, признаюсь, раскаивался очень сильно. Вам сколько лет? 25 исполнил. 25. Вы уроженец Тверской области? Да. Да? Работали где? Ну, неофициально. Вы не знали, что совершаете? Вы понимали, что вы совершаете? Я не могу ответить. Я попал под давление такое в исправительное учреждение. Не начало добавить. Я раскаялся с первого дня задержания своего. Я осознал благодарен сотрудникам ФСБ, что вытечу меня за этого всего. В ходе расследования уголовных дел собрана достаточная доказательственная база для признания судом Цесаркина виновным в совершении инкриминируемых преступлений. Решением суда он приговорён к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. В ОФСИН России по Тверской области в рамках недели межрелигиозного диалога состоялся круглый стол, где обсудили вопросы взаимодействия ОФСИН с основными традиционными для России религиозными объединениями. В работе круглого стола участвовали помощник начальника управления по организации работы с верующими протеерей Михаил Беляев, имам Тверской соборной мечети Таир Сайфуддинов, настоятель храма при ИК-10, член общественной наблюдательной комиссии протеерей Николай Дикий, исполняющий обязанности пресс-секретаря Тверской епархии протеерей Александр Душенков, сотрудники отдела воспитательной и социальной работы с осуждёнными ОФСИН. Была проанализирована работа представителей религиозных организаций по духовно-нравственному воспитанию осуждённых и духовному просвещению сотрудников ОФСИН. Подведены итоги недели межрелигиозного диалога. В течение недели в учреждениях ОФСИН прошли духовно-нравственные беседы, лекции, викторины и семинары для осуждённых с участием священнослужителей. Участники «Круглого стола» оценили творческие работы осуждённых, присланные на религиозный этап конкурса «Православные иконописи». Для участия в заключительном этапе конкурса, который пройдёт в январе 2020 года в Москве, отобрана икона святого благоверного князя Георгия Владимирского, выполненная осуждёнными из правительной колонии номер 6. Ветром трула, санавески, да ещё на окне цветы. Дома вроде бы всё, как прежде, как и было до той войны. Начало недели ознаменовалось Днём Народного Единства. Именно этому празднику был приурочен концерт группы «Наша» в концертном зале Тверского дворца культуры «Пролетарка». Сегодня концерт посвящён 75-й годовщине освобождения Тверской области, Калининской области от немецко-фашистских захватчиков, Днём Народного Единства и в преддверии селения победы над фашизмом. Ровно 9 лет назад подполковник запаса, ветеран войны в Афганистане, поэт и композитор Станислав Назимов вместе с другом Владимиром Шамбуровым объединились в группу «Наша» и влились в мощное патриотическое движение творческой мастерской Дворца культуры «Пролетарка». Их песни звучат по всей России, в Театре Российской Армии и на Поклонной горе, в Смольном и Государственной Думы. Группа выступала с гастролями в Севастополе и Республике Крым. Их друзья – ветераны локальных войн, вдовы и матери погибших солдат, кадеты, суворовцы – все неравнодушные люди. А ещё «Наши» – это символ крепкой дружбы. Участники концерта – авторы-исполнители из Твери, Ржева, Торжка, Москвы. Неслучайно название программы «Там, где мои друзья». Главное, к нам детишки прирастают. Их всё больше и больше. 250 человек было в «Отечестве» в прошлом году. В этом уже в два раза больше. Стас Назимов – автор проекта «Отечество» областного фестиваля детско-юношеской патриотической песни. Он проходит уже 2012 год. Здесь с большой сцены «Пролетарки» уже не первый год звучат наши мотивы войны. Пусть эта тема останется только в песнях и навсегда уйдёт из нашей повседневной жизни.